Какие профессии будут востребованы в будущем? Есть ли общежитие в том или ином вузе? Какие экзамены нужно сдать, чтобы поступить на понравившийся факультет? На эти и другие вопросы старшеклассников ответили представители высших учебных заведений. Цель этого мероприятия – сориентировать абитуриентов многообразия специальностей. Ребята разговаривают с представителями вузов. Это помогает им определиться и понять, на какую кафедру они хотели бы поступить. В этом году на встречу со старшеклассниками приехали представители сразу пяти вузов – из Москвы, Яшкар-Алы и Нижнего Новгорода. В процессе живой беседы старшеклассники могли из первых вуз узнать о правилах приема в вуз, специальностях и факультетах. Каждый абитуриент старался тщательно усвоить материал, а некоторые успели определиться, в какой вуз будут поступать. Я определилась в Алексеевске, так вышло то, что он сегодня приезжает. Думаю над электроэнергетикой, либо над ядерной физикой, потому что хотел пойти по стопам папы, так как он у меня работает в Амниев и заканчивал этот именно институт. Ученикам десятых классов до выпуска из школы еще полтора года. Но перед ними уже стоит серьезная задача – решить, какую профессию выбрать и в какой институт поступить. У вас есть возможность присмотреться и к преподавателям, и к тем вузам, которые уделяют большое внимание в рамках партнерских соглашений и принимают наших выпускников на целевую подготовку. Целевая подготовка играет большую роль при устройстве на работу. Сразу после института студент гарантированно обеспечивает себе место на том или ином предприятии. Но перед тем, как сделать выбор в пользу целевого места, стоит взвесить все за и против. Ирина Вышегородцева, Владимир Есеников, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров, 24.